итак привет с вами дабга и мы продолжаем играть за украину за редакции у нас победили барабисты но наш путь только-только начинается барабистская революция свершилась но у нас только все продолжается поехали у нас сфера пропускаются эти фокусы видим потому что что-то у нас уже прошло в любом случае поехали уничтожаем старую бюрократию надеемся что у нас не будет гражданской войны ха-ха и господи но по классике до германия не захотел приводится я подумал что сейчас путь вторая война за независимость и так происходит мы можем позвать коммуну кстати говоря звучит как вариант плюс я бы наверное на всякий случай как и в прошлый раз поставил бы частью до дивизии у нас генералов это неприятно ну и посмотрите-ка зашли в интернационал но потеряли таким образом кубани я вроде бы нет ладно все все так же окей а все стало еще веселее мы только что начали новый вельткрик ребята говорит сидела такого не было и вот опять ну что я могу сказать бежим спасать ситуацию внимаем так сказать этих первых попадется в наших генерала потому что других нету чисто знаете доброволец население опрашивают хотите быть генералом вот первый то склада того и взяли примерно так это видимо и выглядело и а мы можем как-то белый мир выйти на слушайте наверное наверное я я все-таки подожду и пускай замериться потому что ну иначе это будет выглядеть как-то совсем смешно что начнется такая вот война и там сфера проблем с поставкой зерна не подка продовольствия ну да это вы еще по пищу несколько раз половите как говорится с нами может что это изменится давайте эту армию ставим здесь остальное туда мы просто стоим ждем 180 дней наверное стоит укрепить еще и наши порты давайте так и сделаем вот это вот чудо поедет сюда потому что как мы помним они высаживаются конечно мы их можем просто вайпать но ну как-то впадлу впадлу нарушать баланс сил в природе как говорится ой можно присоединиться к исследованиям да это мы обязательно сделаем и нам хотят отправиться поддержку винтовки да это я принимаю так бюрократия уничтожена давайте-ка новые примеры поехали пропускаются опять еще новые фокусы почему-то странно на самом деле потому что здесь сильные бафы посмотрите на это видимо должна была реальность и начаться какая-то гражданка которая каким-то образом скиднул посмотрите эти бафы это очень сильный баф вот это сильно это просто гига сильно чем мне это не дают можете бы это потом бы убиралась надеюсь да иначе совсем грустно конечно или руководство партии я думаю оставлю шумского я не думаю что мы будем менять как-то свой путь потому что я их даже и не знаю и что же начнем мы с чего у нас разные есть варианты но пожалуй я начну с вот этого стабильность будем откачивать поехали и вся власть ради теперь там западная окей здесь просто бой какие-то новые бились я бы мне показалось что там что-то стало странным но нет вообще да здесь пришли так сказать все пришли морские ребята классе но это относительно странно давайте продолжаем по этим фокусом идти начинаем выстраивать нашу социалитическую власть на украине тут мы получили стабильность в общем то мы сделали органы с полотеной власти конечно нам в украине очень хорошо нужны органы это правда вообще что нужно делать это разбираться с этой проблемы с аграрным кризисом эти кнопочки стоит подожимать потому что уже мы привели нужная была партия власти я серии не боюсь что у меня что-то сломается и и что ж между марксизмом и народничеством не наступка на плюс политка и мы до адаптируемся но мы как раз к видите сидим примерно так сказать сразу всех стульях мы недалеко демократов но и вот этих вот таких более радикальных ребят как бы не сильно далеко от них тоже посмотрите-ка у нас тут имеется просто гига бафы посмотрите-ка и у нас то есть разные варианты что мы как хотим делать но бафы справа мне нравится польша из нас вроде ничего не да не лочится здесь воздается макс эффективность издается скорость роста тут бафы поинтереснее поэтому сделаем национализацию земли они социализацию и не жилось нам хорошо появилась западная украина да и она теперь собирается против нас воевать судя по вот этому вот значку да реально не жилось нам говорится спокойно так и и не будем жить спокойно еще один и ищем второго добровольца у нас авантюрист еще бы захотел заслужить в армии не имея военного опыта ну вот сейчас будем этим и воевать судя варя 100 процентов пути объединения с кубанию но пока что мы почему-то все еще не интегрируемся странно ну что ж начинаем массовую национализацию земля должна принадлежать говорится людям они предприятия новые бабочки смотрите к есть можем мы улучшать хлебную житницу европы и там не нужно минус на поэта звучит очень очень приятно я вам скажу и не очень понимаю где то вот этот баф происходит понял те работы над ним потихоньку и да вот нам и убили войну эту тренировался это видимо закончить тренировки авиацию у нас здесь работает можем еще наверное что за диплой да у нас чего-то как говорится есть сейчас подождем пока они остановятся они остановятся я полагаю давайте укрепимся и после чего перейдем наступление с уже нормальной организации что пока что мы все это время тренировались вопрос собственности был уже решен цельсер вообще все абсолютность сейчас и собственности чем больше нация тем лучше звучит абсолютно логично верно с вопроса концессиях поднимется и связаться будет дешевле но подрывать стабильный звучит страшно скоро узнаем что это будет значить что ж коллективное сельское хозяйство коллективизация ух хорошо и концессии до забудьте о них все правильно мы таких слов в нашем социалистическом государстве не знаем на нас тут эмбарго не понимаю вообще на что они обижаются ну да национализировали любые иностранные активы ну что первый раз что ли и я подумал что наверное раз мы уже воюем стоит включать все доктрину и в принципе начать наступление потому что я не думаю что эти ребята смогут хоть что-то противопоставить даже такой вот слабенькая армия особенно если они будут так как нормально они падали про по одной дивизии на провинцию это коллективно распространяется прекрасно еще и реформы то есть вот распространяются но выбор все на корпоративы что как-то даст корпоративное движение что дает ничего либо государство конечно же государство должно контролировать эти корпоративы это точно не ваш гнусный капитализм государство то точно знаешь что делать минус тнп плюс эффективность максимальная прекрасно ну и конечно же армия без проблем пробивается странная группа и даже более того у нас очень хорошо прокачивается наш генерал скоро вообще еще один его лап возьмет и ему даже смело так взял говорится после этих слов где-то крашнулась игра кто понял тот очевидно понял то не понял тот не понял ауф еда украина убедила западную украину это неплохо и смотрите-ка дальше мы идем и у нас тут стоит такой выбор она пока что мы делаем социализацию заводов который что даст нам минус макс эффективность что немножко неприятно конечно потом мы вроде как его отобьем обратно здесь у нас есть выбор развивать сельскую местность либо приоритизировать именно и города и честно говоря если так посмотреть здесь есть как будто приятной кнопки так что наверное мы все-таки возьмем вот это здесь нам дастся плюс 5 тнп на будем честны нашими и минус тнп мы так или иначе в войне будем иметь 0 а вот и кстати говоря интеграция это мы это режим о это мы моментально интегрируем это вдвойне приятно встретить у нас через 42 фабрики еще и всего две из них уходит на тнп индустриализация идет я бы сказал прям полным ходом основным отсюда что-то от забрали отсюда под забрали вот вам и прекрасно украина даем рабочим самоуправление просто эффективность у нас нас верит за дебаф он очень неприятным образом из-за хлебной житницы где-то нам вот она но мы с этим потихоньку я думаю справимся мы наконец-то говоря сможем от черного понедельника почти до избавиться потому что электрите будет заменен но непонятно он пропадет или нет то что по изменениям как будто нет но потому как изменен как будто да в любом случае это точно надо убирать 14 дней очень много дебафов уберем приглашаем из французских советников мне надо же помочь мы в интернационале так что да точно должны еще и швеция к нам вступила кстати это приятные новости а вот эти ребята зато в антанте а тут не сильно повезло и здесь здесь еще непонятно кто играет хотя как будто левую все таки здесь тоже непонятно но по ощущениям как обычно тихоокеанские штаты потому что не чесит чилис а также я думаю начну уже строить военные заводы потому что ну как бы пора строим и предпочтение в центре и конечно же в лучшей инфраструктуре вперед это можно приподнять ну и я думаю подстроимся неплохо у нас фабрик много темп и маленький и бафы на строительство тоже неплохие ну что ж удар молотое сердце поехали пусть темп исследования и скорость строительства нам даться прекрасно и там какие-то были еще непонятные потом бафы на именно концентрированную промышленность назывались где-то я такое видел ну ладно видимо то есть может вот здесь доказательная промышленность здесь это видимо исследований озвучало забавно и кстати мира с германии не будет первого решения не будет это забавно что нам призывать что ли и побеждать германию ну как будто надо но но звучит как раньше если честно ну талантливый паренек индустриализация получил плюс на старте и все еще не знаю что это за индустриализация которую мы когда-то начнем но мы к ней очень хорошо готовимся и у нас будет невероятно хорошо проведена дайте только как говорится начать она обязательно начнется а что я поставлю военную экономику и так еще получу 5 тнп и да у нас минус 1 и куча паф на скоро строительство военных заводов прелесть забавно что я облаживаю крестьяна логом причем наверно обкладываю и при этом мы теряем тнп да как бы странно ну ладно с ним на старте либо нет ну давайте индустриализация звучит как будто это что-то очень полезное поэтому давайте поверим что плюс один индустриализация это сильнее чем я я базы и вот она ускоренную индустриализация плюс один каждые 100 дней и у нас начнется та самая индустриализация смотрим что это за такое чудо и так где это самая индустриализация если концентрация земли наверное где-то здесь нет а где хорошо образ ладно давайте делать государственный аппарат и двигаться вот сюда дальше по нашим политическим фокусом что еще могу сказать сюда я не знаю это знаете это как какой-то миф у нас сейчас будет индустриализация вот все улучшаем 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 но индустриализации просто нету ну когда-то же начнется точно и тогда такая хорошая индустриализация будет ребята не поверите и я также делаю 100 герала который что-то хотя бы прокачал фельдмаршал ну да нам нужен какой-то такой более-менее рабочий фельдмаршал а чем можно писать мастера снабжения так что реально неплохой парень и смотрите-ка децентрализация давайте можно здесь какие-то кнопки появились я только вижу интеграцию но интегрировать не хочу у нас политики не так много я сохраняю ее на ту самую индустриализацию здесь будет какие-то кнопки активированы но и тут какие-то были кнопки активированы ну что они куда активировались хрен его знает вот такая вот здесь вот появилась кнопка сократить то вот сорсных земель количество ну давайте нажмем там вроде ничего плохого там плюс роста эффективности за примеру прирост населения на просто силе в принципе плевать просто эффективности да он полезен наконец-то индустриализация начинаем поехали индустриализации украины у не но тут конечно да тут конечно правда поехали поехали давайте ячейки исследований на нам надо вот это первым взять все копим политку сейчас ребята сейчас такая стреляция будет у нас это два года сейчас пиздец индустриализируем ся любая страна нам позавидует будут нам в украину ехать чтобы мы их индустриализировали отвечаю и кстати говоря что быстрее проводить ту самую индустриализацию я вот отсюда буду брать фокусы и получать за эту политку политка мне очень нужна да и так как я говорил ячейки исследований да это топ-1 дальше будем целиться я думаю по фабрикам в основном если возьмем еще нефти я думаю и дам это можно нажимать все одновременно фокусе фабрики причем желательно таких центральных западных регионах потому что восточные я не уверен что мы сможем защищать и думаю что мы хотим вот такую длинную границу скорее все же вот как-то вот здесь вот мы хотим дефаться и ох как же мы хорошо индустриализируем все ребята невероятно как говорится засекаем сейчас на украине 88 фабрик сколько же будет после той самой индустриализации а и у нас они то революционный террор говорят убрать эти но революционный террор дает нам стабильность да я не хочу убирать террор 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 равно стабильность так что нет а вот эта политка стабильность его нам сюда надо ребята как же мы индустриализируемся посмотрите как растут эти фабрики как нажимаются эти прекрасные решения на больше фабрики вот если говоря у нас еще одна ячейка прекрасно прекрасно вот с кучей эффективности и вообще много всего приятного давайте лада пожертвуем мы тебя сколько нам там осталось до марта уже февраль ну кстати в принципе как раз как раз пойдет и начинаем делать авиацию хоть и пока слабенькую но какая есть потому что еще больше пехота делать нам не сильно интересно не сильно полезно я бы сказал да а вот больше авиации да и надо наверное думать какие-то танки потому что наша экономика но очень сильно по ощущения будет и да мы продолжаем строить вот эти вот прекрасные фабрики военные заводы вот это все 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 смотреть что можем сделать дальнейшую механизацию минус 4 тнп до 35 политки господи что это за просто неадекватная мба просто здесь максимальности и 4 тнп еще снизили 35 политки сейчас сделаем нью-йорк вызывает помощь ну конечно будет взывать украина помощь поэтому конечно мы помогаем им зерновая сделка между нью-йорком и киевом заключена а немцы пытаются ее нарушить нет нет созерновая сделка нарушена не будет тут у нас все четко это начинаем конец через три месяца мы получим этот баф просто им пищи и еще гений и же там мира ракетные технологии украинские стабильность о да это сила внезапно немцы решили через несколько лет ничего не делал не напасть ну а у нас говоря истребители достроиться я бы их наверно начал частично деплоить они конечно все еще слабые те которые строятся по крайней мере но уже могут защищать воздух потому что он закидал нас тут можете видеть все некоторые приколы немцы нас периодически бомбят и советская демократия поехали надеюсь что там будет прописано что говорится вольно выбирать говорится любого кандидата из одного предложенного партии самый я считаю демократичный способ выборов и единственное что меня расстраивает что я приходил покупать очень много алюминия и резины если резина верно я пойду строить севере у нас еще и тонна нефти прекрасно вот с алюминием ничего особо не сделаешь нужно качать техи на ресурсы но это все-таки синтетику наверное будем делать и будем делать фабрики почему же сделать объединенную украину потому что это даст возможности требовать территории уже и да почему нет на самом-то деле мы что мы можем требовать даже у тех кто как будто часть нашего ленца средства как это будет выглядеть вот и узнаем заодно и да наверное хочется синтетику прокачать или наверное стоит что давайте начнем с клуба не что румыния в ленте сербии если мы сможем подмять их под себя будет неплохо и продолжаем подминать вот это все кстати говоря давайте наверно керченский мост начнем потому что я не уверен сколько он будет длиться всех случаев стоит начать пораньше ну что давайте уже следующей серии мы завершим индустриализацию и пойдем возвращать территории интегрировать то что мы уже вернули просто индустриализация реально очень жесткая она конечно требует фабрики и занимает время но очень много бафов у нас очень много бафов вот здесь у нас литр ли 0 тнп практически но сейчас стабильность чуть не хватает будет со стабильностью в сотку реально 0 и да это жестко не хватает только чуть-чуть резины для полного счастья но если бы украине были пола еще и резина было бы вообще немножко неадекватно ладно с вами был топ-гай обязательно подписывайтесь следующий друг не подписаны лайк комментарии тэжи скорот бусте все в описании до скорых встреч всем пока